Приветствую всех зрителей у себя на канале. Перед вами сейчас прекрасные советские транзисторы NPN структуры, биполярные, КТ819. Имели комплементарную пару 818. Эти являются NPN структурой, 818 PNP структуры. Эти транзисторы очень хорошие, универсальные. В зависимости от индекса, у них напряжение коллектор-эмиттер разное, а по остальным параметрам, в принципе, почти что аналогичные. Хорошие универсальные транзисторы, можно их использовать в источниках питания, в усилителях и так далее. Применяли их повсеместно и в бытовой аппаратуре, и в военном деле. Правда, транзисторы для военного применения, военная приемка, имели индекс 2Т и зачастую ромб на корпусе. Всем вам, думаю, прекрасно известно, что в Советском Союзе брака было немало, особенно именно радиокомпонентов. Все, что было самым лучшим, отправлялось на военное дело, на всякие производства, на оборудование специального назначения, а весь, скажем так, почти мусор отправлялся на прилавки, во всякие радиомагазины, оказывался у барыг, которые торговали ими на рынке. Так вот, сегодня в моих руках оказался, так, сейчас я его найду, вот такой вот забракованный, скорее всего, транзистор, что называется некондиция. Вот так он выглядит, обратите внимание, сразу бросается в глаза, что выводы у него какие-то не такие, сдавливали чем-то. То есть это, скорее всего, случилось на заводе, где производили эти транзисторы. Но на самом деле выводами не ограничиваются, не ограничиваются все проблемы. Если вы посмотрите в тех документацию, то станет ясно, что цикалевка у транзистора следующая. Значит, у нас слева направо идет эмиттер, коллектор и база. Третий вывод. Давайте убедимся в этом. Воткнем транзистор нормальный в транзистор тестер. И первый у нас должен быть эмиттер, затем коллектор, затем база. Все верно. Значит, коэффициент усиления, в целом, разброс у обычных транзисторов был достаточно большим. Но это как бы нас не волнует сейчас. Возьмем наш плохой транзистор и посмотрим на его распиновку. И становится ясно, что первый вывод у нас почему-то коллектор, второй эмиттер, ну и третий база. То есть, у этого транзистора перепутаны местами эмиттер и коллектор. На самом деле, это никакой не глюк транзистор тестера, это именно транзистор вот такой. Ну, повторю, что такие транзисторы в советскую эпоху вполне могли оказаться в каких-то радиомагазинах и продаваться. Заводской брак. Это, пожалуй, все, что хотел вам показать. Просто интересный образец. Сейчас уже в наши дни не часто попадаются они, но в моей практике очень-очень часто встречал именно подобные радиокомпоненты. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оставлять свои отзывы, подписаться на мой инстаграм. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok